Сменив форму на гражданскую, обычную одежду, вместе с женой Сергей Барташевич штурмуют этапы эстафеты в рамках спартакиады. Такие нерасслабленные выходные дни для этой активной семьи не в новинку. В круговороте рабочих будней – это лучший способ, считают они, отплечься от ежедневной рутины и с пользой провести день с семьей. Мы участвовали в эстафетах таких уже, мы участвовали в городских соревнованиях, в областных соревнованиях, когда еще дочка была маленькая. Так интереснее жить. И это здорово, надо вообще в наших этих серых буднях, дом, работа, работа, дом. Конечно, это очень замечательно и большое спасибо нашему командованию, что это все позволяют организовать. Более 130 пограничников со всех застав и погранпереходов, которые расположены на территории подведомственной Гродненской пограничной группе, вместе с семьями прибыли на заставу имени Усова. Это уникальная застава, она дислоцируется там же, где и 70 лет назад шли реальные бои. Сегодня здесь спокойно и мирно. Этот спортивный праздник проходит не впервые и всегда приурочен ко Дню Независимости Беларуси. Пограничники, к слову, всегда должны находиться в хорошей физической форме, и результат состязаний это доказывает. Ну и кроме спортивных рекордов, важным плюсом этого мероприятия является возможность поближе познакомиться и пообщаться с коллегами, с которыми в обычное время они разделены километрами государственной границы, вдоль которой все они и несут службу. Данное мероприятие на самом деле очень сплочает, как не только членов семьи, но и сотрудников нашей пограничной группы, так как это мероприятие проводится не каждый месяц, можем так сказать, а в определенные дни, в определенные государственные праздники. Поэтому разряжается обстановка и в такой неформальной обстановке мы всегда рады видеть друг друга. Программа соревнований всегда очень насыщенная. В этот раз в личном первенстве участники состязались в баскетболе, волейболе, мини-футболе, стрельбе из лука, пневматической винтовке и пистолете. Ну а ярким финалом стало перетягивание каната. Первый этап – это семейная эстафета, где принимали участие дети, жены, мужья. И второй этап – это личное первенство, где каждый смог бы найти себе по душе конкурс, в котором бы он хотел поучаствовать. Ну и, конечно же, заключительный этап спортивного праздника – это перетягивание каната. Это наиболее популярный вид программы на празднике, где каждый мог проявить свое мужество, силу, выносливость. Ну и, конечно же, наши болельщики активно поддерживают в этом наших участников. Впрочем, собственно, состязательного духа здесь особенно и не чувствовалось. Гораздо больше ощущалась по-настоящему открытая и дружественная атмосфера, дух праздника и расслабленности. На границе все спокойно, а рядом семья. И для людей, которые работают в очень напряженном режиме, это настоящий праздник. К слову, впитывают быт солдат-пограничников на прославленной заставе Усова и гродненские школьники. Девятидневная смена лагеря «Патриот» не похожа на привычный отдых в стационарных лагерях. Ребята живут в палатке, а быт их построен наподобие солдатского. В основном они живут по тому же распорядку, как живут и солдаты. У них в семь часов подъем, затем у них занятия на спортивном городке. У них нужно отдать должное, у них такое же пятиразовое питание, как и в части. Ну и затем проживание в палаточном городке. Тепличных условий здесь нет. Ребята – восьмиклассники. И что примечательно, большинство – девочки. Но ни неуютный быт палатки, ни другие трудности их не пугают. Желающих стать участником этого лагеря было хоть отбавляй. Свежий воздух, постоянное движение, возможность узнать что-то новое. Ни один ребенок не устоит перед такой перспективой. Мы здесь очень много играем, очень много развлекаемся. Можно играть в пионербол, в футбол, в баскетбол. Ну, очень интересно, очень много всего. Посещаем музеи, кушаем. Все хорошо. Мне хотелось посмотреть, как живут солдаты, как тут все устроено. Тут очень много чего интересного. И тут все показывается, как они живут. И это очень интересно. Тут классно. Тут очень здорово. И тут прикольно жить. Потому что в Гродно, в городе, мы обычно сидим в телефонах, гаджетах. А тут мы занимаемся спортом. Когда соревновательная часть была окончена, перед участниками спартакиада и воспитанниками лагеря «Патриот» выступил кинолог со служебной собакой. К слову, четвероногие помощники всегда вызывают восторгу публики, в том числе и у взрослой. Ну, а после, уже в неформальной, неслужебной обстановке, пограничники провели свой законный выходной, чтобы через день с полными силами вернуться к своим непростым обязанностям по защите государственной границы. Лена Молчанова, Иоланта Будзила, Сергей Печерица. Новости. Гродно+. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова